Здравствуйте, это программа «Лицом к лицу», я Евгений Агарков. Президент Владимир Зеленский намерен усугублять сотрудничество с международными финансовыми и политическими структурами. Об этом он заявил в интервью немецкому таблоиду Bild накануне визита в Германию. Цитирую, что важно подчеркнуть, как реальный политик, я буду сотрудничать с международными партнерами Украины. Нашей сегодняшней целью является развитие хороших отношений с МВФ, а также с Европейским Союзом и НАТО, заявил глава государства. Подробнее о сотрудничестве с МВФ сегодня поговорим с директором Института социально-экономической трансформации Илья Нисходовский у нас в студии. Добрый день. Илья, рад приветствовать вас. Вот касаемо дальнейшего сотрудничества нашей страны с Международным валютным фондом, поговорим с вами. И также давайте начнем, наверное, с темы, готов ли МВФ и дальше сотрудничество с Украиной. Потому что сейчас, я так понимаю, вот та ситуация в контексте выборов парламентских, не полностью сформированного правительства, стоит на паузе. Что вы видите, как вы видите развитие событий дальше? Ну, первый шаг, который был сделан, и он недостаточно был продуманный, это при инаугурации президент Зеленский объявил про необходимость отставки правительства. Как результат, реакция правительства была, а конкретно Гройсмана, он подал заявку про свою отставку. И именно в этой ситуации приехала как раз миссия Международного валютного фонда. То есть он, миссия Международного валютного фонда видит, что идет досрочные выборы парламента, были объявлены, идет фактически отставка кабинета министров. Новый президент, который только-только входит в то понимание дел, которые сейчас существуют в Украине, и, конечно же, при таких обстоятельствах сотрудничать с Украиной, пока что для Международного валютного фонда является достаточно рискованным и проблематичным. Потому что неизвестно, с кем подписывать, про что говорить, кто будет нести ответственность за те обязательства, которые берут. И именно это, соответственно, и привело к тому, что было поставлено на паузу. При этом Международный валютный фонд оценивает успехи Украины как положительные. В реформах. В реформах. Выполнение тех ключевых обязательств, которые брала на себя Украина. Конечно, испортила эту картину отмена Конституционным судом криминальной статьи про незаконное обогащение. Но в целом все-таки наши макроэкономические показатели очень позитивно приняты Международным валютным фондом. А ситуация с Приватбанком как-то повлияла на этот момент? Также и ситуация с Приватбанком. Но вместе с тем тут больше играла роль молчание или, скажем так, недостаточно четкая позиция нового президента относительно, как будут развиваться эти события. И вот в этой ситуации, в принципе, когда был уже данный месседж, он прозвучал от президента Зеленского. И это уже успокоило наших инвесторов. Также негативно повлияло, на это уже немножко в другом аспекте, понимание объявления Коломойским о возможности дефолта. Это, конечно, тоже негативно повлияло на сотрудничество с нашими международными партнерами. Но сейчас уже ситуация успокоилась. Международный валютный фонд будет ждать, когда пройдут выборы. Международный валютный фонд будет ждать, когда будет сформировано новое правительство. И также он будет ждать, скорее всего, и тот бюджет, который будет заложен на 2020 год. То есть, исходя из этих основных параметров, дальше уже наше сотрудничество есть возможность. Но при этом надо не забывать относительно того, что до конца этого года наше сотрудничество, то есть то краткосрочное, скажем так, меморандум, который был подписан, он заканчивает свое действие. И нам необходимо уже сейчас начинать работать с какими-то обязательствами на следующий период, 2020, 2003 год, 2002 год. Сколько МВФ еще Украине может поставить транш в этом году, согласно программе «Стендбай», сколько осталось? Два миллиарда долларов. Два миллиарда долларов. Какие шансы получить этот транш до конца года? Какой должна быть политика нового президента, нового правительства для того, чтобы МВФ продолжил сотрудничество еще по программе «Стендбай»? Сначала первая позиция должна быть, соответственно, действительно пройти тогда уже выборы, если они объявлены. Эти выборы должны пройти демократически, без каких-то либо эксцессов. Новый парламент должен оперативно создать кабинет министров, назначить соответствующих людей на должности. Должен внесен вариант государственного бюджета на 2020 год. И этот вариант государственного бюджета должен соответствовать параметрам, который был установлен МВФ относительно бюджетного дефицита и других параметрам. И в нем должны отсутствовать какие-то популистические шаги, которые могут, скажем так, испортить отношения. И также мы не должны делать те шаги, которые действительно угрожают нашей макроэкономической стабильности. Это относительно приватбанка. То есть будут смотреть, как развивается эта ситуация. Это вопрос дефолта. То есть это однозначно должно быть вычеркнуто из лексикона наших политиков. И это вопрос отмены или, скажем так, ручного регулирования цены на газ. Это также будет негативно воспринято МВФ. Если мы этого не будем делать и сделаем то, что было сказано до этого, соответственно, есть очень малое, я оцениваю, там не более 5%, вероятность получения транша в декабре 2019 года. Вы предполагаете, что это может быть и раньше получения транша? Раньше декабря не будет? Пока не будет сформировано правительство, и это правительство не покажет, что оно готово отвечать за те обязательства, которые были взяты ранее, сотрудничества с МВФ не будут. Но еще раз говорю, это поставлено на паузу. Это не означает, что мы не будем сотрудничать с нашими другими международными партнерами, такими как Европейский банк реконструкции и развития, Мировой банк, Еврокомиссия, правительство США и другие, соответственно, наши международные партнеры. Илья, а что говорят вот те месседжи, которые сейчас посылаются Международным валютным фондам? В частности, может быть, госпожа Лагард как-то делал какие-то заявления по поводу Украины, потому что за эти 5 лет Международный валютный фонд предоставил финансовой и технической помощи Украине больше, чем всем другим странам в мире. Нет, не совсем так. Мы не являемся, скажем так, с наибольшей помощью. То есть все-таки есть такие страны, как и та же самая Аргентина, та же самая Греция. То есть есть страны, которые тоже получают значительные объемы помощи от международных организаций. То есть мы не являемся первыми, но все же действительно помощь Украине достаточно значительная. А ее позиция уже, в принципе, звучала и раньше. Это касается того, что Международный валютный фонд не будет, скажем так, прекращать сотрудничество с Украиной. То есть сотрудничество с Украиной, они собираются продолжить, конечно, при условии, если будут проводиться реформы, а политика и правительства, и Национального банка будет взвешенная. Я бы хотел сейчас поговорить о долгах Украины, потому что этот год для Украины считается достаточно тяжелым, касаемо выплат тех долгов, которые были взяты Украиной раньше, в частности ОМВФ в том числе, предыдущим правительством, даже, наверное, еще правительством Януковича и правительством Тимошенко. В этом году мы уже определенные выплаты делали. Да, это было в мае, и мы спокойно их прошли. Да, то есть зона турбулентности пройдена. Какие у Украины на пути еще такие большие выплаты, и какие прогнозы касаемо того, как Украина сможет их пережить? Также очень большие выплаты в сентябре этого года. Кроме этого, надо понимать, что у нас есть внутренние выплаты, у нас есть облигации внутренних государственных кредитов, которые погашаются, но они берут краткосрочные, хотя мы уже начали выходить на долгосрочный рынок, потому что проблема не столько, сколько у Украины долгов, а что они взяты на очень короткий период. И как результат, то, что они взяты на короткий период, это означает, что мы взяли, а уже через год, через два необходимо их возвращать. Мы должны работать как раз над тем, чтобы брать наши какие-то заимствования, потому что это является нормально, на более долгосрочный период, желательно более чем на 10 лет. И тогда нагрузка на государственный бюджет, она будет существенно уменьшена, потому что ежегодовые выплаты, которые мы будем осуществлять, они будут существенно меньше, чем сейчас. Это первое, что надо сделать. Мы вышли на международный рынок евробондов, и ситуация на сегодняшний день есть достаточно позитивная, потому что мы смогли привлечь наши евробонды по стоимости 6-75% годовых, что является очень выгодным на данный момент для Украины. И при этом мы получили заявок более чем в 5 раз больше, чем ту сумму, которую мы хотели получить на рынке. Это означает, что спрос на евробонды Украины очень высокий. И кроме этого, также их котировка на сегодняшний день котируется более чем 97%. Это означает, что мир нам верит. Наши макроэкономические показатели, наша стабильность, она оценена международными инвесторами, которые говорят, что это замечательно, то есть мы готовы с вами сотрудничествовать. И это очень позитивный сигнал для нас. А вот эти евробонды, о которых произошла договоренность на прошлой неделе, они помогут нам пережить вот эту зону турбулентности, которая нас ожидает в сентябре по долгам, по нашим? Знаете, если бы мы получили транш, то есть если бы не было тех заявлений, которые прозвучали, и про дефолт, и про отставку правительства, и, возможно, досрочных выборов парламента, то, скорее всего, мы сумму от Международного летного фонда бы получили, потому что мы показатели свои выполнили. И тогда нам, и это был бы процент гораздо ниже, чем тот, который мы сейчас платим за евробонды. И тогда вот таких вот заимствований нам особенно не нужно было делать. Но все равно вот та сумма, которую сейчас мы заимствовали, она все равно пока что является недостаточной. Теперь все будет зависеть от того, какой у нас будет баланс, внешнеэкономический баланс, то есть как будет развиваться экономика. И вот в этом контексте очень важно как раз предостеречь над теми рисками, которые являются в мировой экономике. Ситуация на сегодняшний день для нас есть благоприятная. Это очень высокая цена на товары сельско-господорского направления, на металлургическую продукцию, низкая цена на энергоносители, газ очень дешевый, падает цена на нефть. Для нас есть тоже достаточно позитивный момент. Но, опять же, мы должны быть готовы к тому, что эта ситуация может поменяться. В этом контексте очень хорошо, что сейчас есть инициативы, которые направлены на то, чтобы описать эти риски и разработать план действий. Я говорю относительно доктрины экономической безопасности. Вот на сегодняшний день у нас есть разные документы, которые говорят о безопасности военной, информационной, но мы до сих пор не имеем экономической безопасности тех шагов, которые надо осуществить Украине для того, чтобы мы не упали в пропасть. Потому что весь мировой рынок говорит о наличии воин, торговых воин, о прагматичности, которая сейчас, о протекционизме, которая является основной политикой крупных игроков. И в этой ситуации Украина может проиграть, если она не будет что-то делать для того, чтобы защитить и свои рынки с одной стороны, и с другой стороны воспользоваться этой ситуацией. И для этого очень критически. То есть вопрос не заимствования, а вопрос того, чтобы мы производили что-то, чтобы продавали на рынок, выравнивали наш торговый баланс, и, соответственно, уже исходя из этого, могли спокойно расплатиться с нашими долгами. Вопрос к тому, чтобы заимствовать, а потом снова отдавать, но эта ситуация не может продолжаться вечно. Уточните, пожалуйста, сумму, которую нам предстоит отдать в сентябре. Если я не ошибаюсь, там полмиллиарда – это по нашим внешним долгам, там просто очень большая сумма по внутренним нашим долгам, которые необходимо выплатить. Полмиллиарда – это по внешним. Как это может повлиять на курс валют? Все зависит от того, как будут действовать те нерезиденты, которые сейчас зашли в облигации внутреннего государственного заимствования. То есть если они выйдут из облигации и не купят новые, то они, соответственно, выйдут на валютный рынок. И это, конечно, будет негативно. А если они, видя, что Украина продолжает предлагать довольно-таки выгодные какие-то финансовые инструменты, то они просто выйдут из старых, зайдут в новые. И, соответственно, для нас будет ситуация, которая не повлияет на валютный рынок. Но все равно надо не забывать, что у нас есть сезонный фактор. И, как бы там кто ни говорил, но у нас будет однозначно определенная девальвация до декабря 2019 года. Скорее всего, не более до 20 гривен за доллар. То есть это такой ориентир, для которой для нас есть достаточно... 20 гривен за доллар, это вы что эти... Это в декабре, конец декабря 2019 года. То есть такой курс доллара можно ожидать по причине сезонности. 20 гривен за доллар? Да, не более. Это 26. Сейчас гривен за доллар. 26. 26. 40. Да, 26. 40. То есть вы прогнозируете падение? Смотрите, у нас сезонный фактор. У нас будет на протяжении до, скажем так, августа месяца, у нас, возможно, будет такой или даже может быть ниже курс, то есть будет укрепление национальной валюты. Но, опять же, у нас возрастает необходимость закупки наших энергоносителей на зиму, возникает необходимость, соответственно, есть сезонный фактор, связанный с тем, что у нас 40% нашего товара, это агросектор, который имеет сезонный характер, и вот это может повлиять на ситуацию, и, соответственно, у нас определенная девальвация. Но, опять же, это в границах и не является критическим для нашей экономики. Вы просто говорите 20 гривен за доллар? 29 гривен за доллар. А, 29. 29, да. То есть в конце этого года можно ожидать, потому что сезонный фактор будет срабатывать постоянно, потому что основные наши товары, которые мы продаем, это металлургия и сельскохозяйственные продукты, основные товары, которые мы купуем, это энергоносители, которые также имеют сезонные колебания. Илья, я вас благодарю за ваши комментарии и за аналитику. Гостем программы «Лицом к лицу» был директор Института социально-экономической трансформации Илья Нисходовский. Я Евгений Огарков, прощаюсь с вами до новых встреч на телеканале ЮАИ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова